здравствуйте друзья меня зовут павел петель в преддверии в канун дня всех святых преддверии праздника хэллоуин сегодняшний выпуск будет посвящен этому событию я расскажу о том что же такое на самом деле хэллоуин я расскажу о том какие книги я читаю в этот сезон и какие фильмы я рекомендую посмотреть сериалы и какую музыку я также рекомендую послушать я лично пересматриваю в октябре любимые фильмы слушаю плейлист определенный конечно же пользуюсь духами в частности деметр pumpkin pie как говорится за что я люблю осень затыквенный пирог а еще за что затыквенный пирог и еще затыквенный пирог и аромат pumpkin pie это уютный теплый пряный настоящий тыквенный пирог прям аромат осеннего сезона ах да и конечно же давайте начнем с того что хэллоуин праздник который пришел к нам из кельтской культуры хэллоуин это канун дня всех святых вот так вот сложилось что на стыке кельтского языческого праздника самайн и христианского праздника 1 ноября день всех святых произошло вот это нечто то что сейчас стало популярно во всем мире праздник хэллоуин ол хэллоус ивнинг канун дня всех святых если не ошибаюсь хэллоус это святые мощи прошу прощения за свой английский значит нужно заметить что у язычников шотландия северной таиландии до самайн это праздник нового года кельтской культуре год делился на две части на светлую часть которая начиналась в марте и на темную часть которая начиналась вот 1 ноября нужно заметить что самайн это новый год по сути это праздник сбора урожая это праздник когда распределяется урожай в шотландии и в ирландии также если не ошибаюсь ноябрь переводится как самайн в общем хэллоуин это скажем так потомок языческого кельтского праздника самайн самайн это праздник урожая и праздник нового года вся эта темная мистическая история с почитанием мертвых пришла значительно позже но тем не менее в седьмом веке папа римский бонифаций четвертый решил отвлечь население которое сейчас занимает современная великобритания да в общем шотландцев и ирландцев решил отвлечь их от праздника очень популярного праздника самайн языческого и был введен праздник 1 ноября день всех святых в общем люди не отвлеклись от этого праздника просто название праздник самайн стал именоваться как канун дня всех святых да действительно со временем этот праздник превратился в нечто мистическое загадочное почитание мертвых до американская культура к этому приложила немало усилий и частности знаменитый светильник джека да вот это вот тыква которая вырезается и туда кладется свеча это этот светильник освещает путь чистилище мертвым на самом деле в ирландии использовали например репу еще какие-то другие овощи а в америке заменили тыквы потому что и урожай тыков был хороший ну и дешевый продукт в америке в этот сезон поэтому конечно же американская культура повлияла на то как мы сейчас воспринимаем этот праздник веселый праздник такой гротесковый высмеивающий злодеев ведьм основная суть праздника это высмеять зло посмеяться над злюками съесть осенние вкусняшки конфеты всякие десерты из яблок нарядиться опять же гротеского в этих вот нелепых ведьм каких-то привидений но просто посмеяться повеселиться как говорится радуйтесь и веселитесь ибо велика ваши награды на небесах ну и как вы знаете традиционно праздник этот любят в англоязычных странах дети они наряжаются в различных героев из фильмов всяких триллеров до фильмов ужасов ходят и стучат к соседям и говорят гадость или сладость и соседи угощают детей конфетами вообще этот мистический мистическая атмосфера конечно навеяна сезоном осень сама по себе такая знаете таинственная окутанная каким-то вот дымом и запахом чего-то такого загадочного и возможно вызывающего у нас какие-то ассоциации с какой-то жизнью да там духов и так далее начнем наверное с сериалов а в конце расскажу про книги традиционная смотрю осенью свой любимый сериал конечно же twin picks всем рекомендую кто еще не смотрел также я пересматриваю конечно же american horror story этот сезон сейчас идет в разгаре для меня это опять же фильмы к празднику нужно смотреть и все и без вопросов следующий это королевы крика можно пересмотреть в этом году не было нового сезона да как бы сериал окончен но я считаю довольно таки хэллоуинский конечно же очень странные дела тоже рекомендую сериал и вот сейчас только вышел новый сериал леденящую душу приключения сабрины я начал смотреть только посмотрел первую серию но я знаю что сериал продлили уже на второй сезон поэтому такой must have переходим к фильмам конечно же в этом году посмотрел впервые несколько фильмов которые тоже читаю хэллоуинскими это непосредственно фильм хэллоуин 78 года потрясающая атмосфера нужно учесть то что фильм винтажный и он действительно повлиял на современную культуру я посмотрел первую часть фильмов крик скрим и я понял откуда королевы крика взялись также впервые представляете можете ругать меня посмотрел донни дарка потрясающий фильм я тоже его увидел вот сейчас в популярном чарте айтюнс видимо вот его к хэллоуинским фильмом причисляют ну и конечно же главный фильм всех времен и народов к хэллоуину это фокус-покус с бэдмитлер изначально хочу сказать что это комедия это вот то самое настоящий хэллоуин на котором я говорил это детская комедия поэтому семейный просмотр и лишних вопросов не задавайте почему и как это просто веселый добрый фильм конечно же тим бартон это кошмар ночь перед рождеством это абсолютный must have также в моем чарте это же конечно охотники за привидениями битл джуз корпорация монстров отель трансильвания причем все части мне очень понравилась часть которая вышла в этом году отель трансильвания 2 отель трансильвания 3 адамс феноли обязательно ой конечно же пересматриваю причем не только на хэллоуин и к новому году и к рождеству и к 8 марта гарри поттер вообще must have must have еще один мультфильм точнее тима бартона труп невесты рекомендую джонни депп эдвард руки-ножницы ведьма из блэр вот это потрясающий фильм я его пересматриваю каждый год несколько раз правда потом боюсь когда выхожу ночью извините за подробность туалет и возвращаюсь с кровати мне кажется что там кто-то чужой лежит после просмотра фильма ведьма из блэр конечно же фильм она причем можно как и новый фильм посмотреть как и старый фильм тихое место с эмили блант а еще посмотрел впервые тоже довольно таки не новый фильм называется затаившись очень тоже атмосферные фильмы меня очень сильно впечатлил ну что ж от фильмов и к сериалов перейдем к музыке я также составил у себя в контакте плейлист конечно же король хэллоуина это майкл джексон и его альбом триллер также я бы отметил трек бобби бориса пикета монстр маш это тоже является таким вот официальным неофициальным саундтреком к хэллоуин конечно же музыка из гост бастерс рей паркер джуниор гост бастерс ах да бэдмидлер с песней с саундтреком к фильму фокус-покус о котором я говорил я заколдую тебя роквелл сомбари watch me это тоже самый один из самых популярных треков которые которые попадают в чарт ежегодно как песня моря керри олована фу крисмас к рождеству вот сейчас в чарте барьев конечно же саундтрек к фильму кошмар в ночь перед рождеством также музыка которую можно поставить на звонок это саундтрек к фильму хэллоуин ну и никуда мы не денемся от саундтрек к фильму гарри поттер очень загадочно очень красиво ну и конечно же мэрилин мэнсон this is helloween напоследок это песня из фильма адамс фэмали сериалы у вас есть фильмы есть сегодня ко мне приехал курьер и принес топку книг которые рекомендую вам почитать когда вы пересмотрели все фильмы переслушали всю музыку и пересмотрели сериалы начнем с книги этого янсон глубине ноября с момент ролями это просто роскошь хюнге какая потрясающая книга конечно же больше для детей дом это книга графическая с иллюстрациями про семью лисенка в общем роскошная уютная книга если у вас есть детки обязательно конечно же после просмотра фильма вторая жизнь увы я понял что мне нужно обязательно перечитать книгу прям тепло тепло летом еще планировал купить книгу анна с фермы зеленые крыши это графический роман роман который ну аля комикса тоже потрясающая книга думаю осенью она меня очень сильно будет успокаивать и расслаблять я считаю себя интровертом поэтому я купил книгу история тихой девочки в шумном городе деби танк быть интровертом это тоже кстати графический роман аля комиксы хочу просто почитать про таких как я самая скажем так неоднозначная книга опять же то что в описании еще не прочитал алисмит осень лучшая книга года по версии нью-йорк-таймс осень сезон туманного и позднего урожая такой она была два века назад но какова она сейчас кто-то обретает любовь кто-то теряет надежду в каком причудливом месте мы живем в такое уникальное время мы живем узнайте какие чудеса приносит осень класс еще купил уже вторую книгу эльзы бесков праздник цветов получается у меня две книги расскажу секрет почему потрясающие иллюстрации которые можно вам скажу по секрету вырезать одну книгу оставить с ее стихами а вот эти огромные изображения ее рисунки эльзы бесков до шведской писательницы можно использовать виде постеров невероятные изменения произошли в моем отношении к сезонности каждому месяцу в частности к январю которая ненавидел к февралю именно благодаря иллюстрациям эльзы бесков благодаря ее изображением полюбил депрессивный конец января февраль я полюбил март и каждый месяц повторю благодаря ее изображением и я посчитал прям ну не знаю желание у меня было невероятное сделать постеры и смотреть все время на эти чудесные иллюстрации ну что ж друзья я желаю вам счастливо отметить наступающий саймон хэллоуин день всех святых я вас люблю пока